Небольшие экспресс-новости по поводу строительных материалов. Но как только они будут доступны, я обещаю, я гарантирую, что я такие куплю. С сантехникой кое-какие моменты есть, которые непонятны. Одни проблемы перекроют, другие проблемы. То есть минусы перекроют, плюсы. И всем привет! Эвострой с вами. Стараемся для вас доводить то, что происходит, в принципе, на наших стройках и строительностью в целом. Небольшие экспресс-новости по поводу строительных материалов. То есть нового, в принципе, на рынке ничего не произошло. Все остается по-прежнему. То есть все постепенно дорожает. Дорожает непонятно из-за чего, непонятно как. Приезжаешь на рынок, покупаешь сегодня какой-то материал. Те же рулетки, те же шпателя или мешок цемента. На следующий день приезжаешь, цена уже совершенно другая. Поэтому бардак творится, бардак продолжается. Поэтому, если вы хотите строиться, ускоряйтесь немножко, чтобы успеть все-таки не попасть в самое большое повышение цен. Я смотрю уже в последнее время вопросы в комментариях. Сописут такие, что, скорее всего, материалы подешевее. Потому что на экспорт мало будет отправляться. Точнее, не будет отправляться. И рынок будет завален, и все рухнет, будет дешево. Вообще, я сомневаюсь в такой логике. На самом деле, почему? Потому что вы не забывайте, что, в принципе, довольно большое количество все-таки материала или каких-то производных каких-то материалов, они все равно пооставляются из-за границы. Даже сейчас один из крупных сетевых маркетов, который торгует строительными материалами и инструментами, сказали, что они полностью переходят на отечественного производителя. То есть все, что там будет продаваться, все будет продаваться российских производителей. Поэтому, то есть, прям все заменить вряд ли получится. То есть не то, что заменить, а то, что там что-то не будет уходить за границу. Ну, я не думаю, что прямо большое такое количество было экспорта из России строительных материалов за границу. И это как-то повлияет на стоимость. Тем более, что, скорее всего, одни проблемы перекроют, другие проблемы. То есть минусы перекроют плюсы. И я думаю, что материал все равно останется где-то в таком же ценовом диапазоне, который сейчас. Ну, или продолжит дорожать, опять же, в связи с каким-то там нарушением поставок, транспортных, логистических каких-то моментов. Вот из-за этого, то есть я в этом почти уверен, что подешевление, удешевление материалов не будет. Когда на объектах дело подходит уже к чистовой отделке, всегда стоит вопрос выбора керамической плитки или керамогранита. Мы вам сейчас как раз покажем классный магазин с эксклюзивным товаром. В этом магазине вас ждет большой выбор разнообразных дизайнов и форматов керамогранита и керамической плитки. Но первое, что бросается в глаза, вот этот огромный формат керамогранита с таким классным, красивым дизайном. А вот на этой стене представлена уникальная плитка, которую вы не найдете больше ни в одном магазине. Красота-то какая! Лепота! И к этой же плитке вы можете для себя подобрать душевой поддон уже со встроенным трапом, который будет классно сочетаться с вашими стенами. Ну и, конечно же, какой же частный дом без межэтажной лестницы? Здесь представлен широкий выбор ступеней, которые вы подберете к той плитке, которая у вас будет лежать в огромном зале или в огромной гостиной и будет смотреться очень органично, очень классно. Компания «Триумов» представлена четырьмя магазинами в Москве, но также в регионах вы можете приобрести эту плитку у дилеров. Контакты дилеров можно получить у менеджеров магазина. В магазине поддерживается оптимальный диапазон цен, благодаря тому, что магазины работают напрямую с производителем, плитка вся производится в Турции, заводится на склады в Москве. То есть выбор есть всегда, в наличии плитка вся есть всегда. Вы можете приехать, выбрать ее, сразу приобрести, и вам даже организуют доставку плитки на дом. А менеджеры в магазинах вас профессионально проконсультируют, расскажут про каждый дизайн, про каждый формат плитки отдельно и помогут вам подобрать индивидуальные решения именно для вас. Вы только посмотрите, какой огромный ассортимент. И прежде чем ехать в магазин, вы все это можете посмотреть на страничке компании «Триумф» в Инстаграм. Ссылочка в описании. Несмотря ни на что, несмотря на ситуацию в строительной сфере с подорожанием, работы у нас продолжаются, работы у нас ведутся. Значит, сейчас мы находимся уже в принципе в помещении террасы, которая у нас граничит с баней. Здесь у нас уже был сделан теплый пол, то есть уложен утеплитель непосредственно на монолитную плиту перекрытия. После этого были уложены маты под теплый пол, точно так же, как это сделано вот за моей спиной уже в гостиной. И после этого мы залили, значит, здесь стяжку. Стяжка у нас здесь получилась порядка 9 сантиметров толщиной. Естественно, мы еще дополнительно, чтобы избежать каких-то растрескиваний, учитывая, что все-таки стяжка лежит на утеплителе, где-то этот утеплитель может сыграть под давлением, под весом количество людей, которые здесь будут находиться, ну и так далее. Чтобы это ничего не потрескалось, мы стяжку заармировали. И еще дополнительно при приготовлении раствора мы туда добавляли фиброволокно, вот, как связующее такое вещество. И, в принципе, стяжка здесь уже даже застыла, готова к дальнейшим работам. Сейчас точно такие же работы у нас готовятся вот за моей спиной в зале, в гостиной. То есть фактически по всему полу первого этажа. В тех местах, где планируется теплый пол, где планируется керамическое, вернее, покрытие пола, будет изготовлен теплый пол. Вот вы видите, что не вся часть, вот та часть зала, которая подальше, там просто утеплитель уложен. Здесь уложены маты, соответственно, проведены трубы. Здесь раз, два, три. Сейчас я предполагаю, раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть. Здесь где-то семь конторов, получается, вот на первом этаже. То есть, получается, у нас два санузла, непосредственно прихожая и вот этот вот холл с кухней. Все готово под заливку, соответственно, здесь, где теплого пола не будет, просто уложен утеплитель. Осталось, в принципе, выставить маяки. Завтра мы начинаем выставлять маяки, потому что только сегодня закончили наши сантехники работы с теплым полом. Завтра выставляем маяки и начнем постепенно, так, по комнатам, поочередно заливать стяжку. Будем делать еще дополнительный температурный разрыв между стяжкой, потому что все-таки площадь большая для того, чтобы это все сыграло. Еще, ребятки, обязательно не забудьте, когда вы заливаете стяжку по периметру стен, обязательно смонтируйте демпферную ленту. Шаров, есть у нас демпферная лента? Дай мне, пожалуйста, кусочек, чтобы я показал, в принципе, что это такое. Сейчас Паша же меня спросит, Рома, что такое демпферная лента? Выговорить сложно, а не то же, а понять вообще, да, невозможно. Демпферная лента, она бывает, в принципе, разная. Вот, в данном случае у нас обычно вот такой вот, не знаю, из чего это сделано, короче, какая-то фигня, типа утеплителя, который укладывается под ламинат, наверное, такое что-то, но просто гораздо толще. То есть здесь вот толщина 10 миллиметров и высота у нас 100 миллиметров. То есть нам этого достаточно для того, чтобы при заливке стяжки она даже еще немножко будет выступать за пределы стяжки, потом она обрезается и все, и можно делать уже напольное покрытие. То есть эту штуку мы не забываем, обязательно мы ее монтируем. Ребятки, ну спасибо, что смотрите наши ролики, спасибо, что не забываем ставить лайки после просмотров роликов, и спасибо, что пишем хоть какие-то комментарии. Хорошие, плохие, пишите что-нибудь, предлагайте. Мы всегда рады на это отреагировать и всегда рады тому, что вы, в принципе, активно участвуете в жизни нашей компании. Не нашего канала, а нашей компании в целом. Вот, значит, смотрите, там у нас был такой вопрос, на каких платформах нас было бы удобнее смотреть, если вдруг YouTube закроют, посыпались предложения, и это радует. В принципе, предлагают и Telegram, и Routube, хотя кто-то говорит, что Routube тупит, вот, Яндекс. Ну, в общем, в любом случае мы никуда не исчезли, мы обязательно найдем выход из ситуации, обязательно мы где-нибудь будем показываться, будем демонстрироваться, и будем с вами встречаться на каком-нибудь из каналов, а может быть даже на нескольких каналах. Добрый день, Роман, где бы вы ни были, сообщите, да? Да. Позитивные ролики смотреть приятно. Ну, во-первых, вам спасибо за такой отзыв, потому что позитивные отзывы или комментарии читать тоже всегда очень приятно, и, конечно же, если мы перенесемся на какую-нибудь другую площадку, обязательно мы вас поставим в известность, чтобы мы могли с вами встречаться, вы могли смотреть наши ролики, а мы могли читать ваши комментарии, соответственно. Дальше идем, XXX, XXX, интересно, какое количество заказов у Эвы, по их целевой аудитории нынешний кризис ударил больше всего. Но, понимаете, ситуация какая, целевая аудитория-то меняется, вот, те, кто целился на что-то более крупное, масштабное, дорогое, может, немножко где-то умерил свои аппетиты, и как раз он как раз приходит к нам, ну, и так далее. То есть, в любом случае, мы желаем нашим и действующим заказчикам, и будущим заказчикам, те, кто планировал строиться, да и не только нашим, чтобы у них все было хорошо, чтобы они могли воплотить свою мечту в жизнь, чтобы они построили свой любимый красивый дом и переехали туда жить, и никакие невзгоды на это не повлияли. Итак, в принципе, в комнате, которая у нас находится вот в этой части хозздания, скажем так, да, которая у нас ограничена с гаражом, там за этой комнатой имеется еще одна или две, там, две, одна. Еще одна комната, которая используется сейчас как склад для электроинструмента, для, да, короче, для всяких разных нужд и заказчиков в том числе. Значит, после того, как закончились с этой комнатой, я имею в виду в плане малярки, установили все светильники, здесь был доделан пол. Мы не помним, последний раз, когда мы здесь снимали, в этом помещении была плитка там или не было, подскажите, кто у нас внимательный, кстати. Внимательный смотритель нашего канала, подскажите, была там плитка или нет. В итоге у нас был сделан пол, то есть у нас частично здесь, где кухонная зона, у нас также сделана керамическая плитка в виде вот таких вот полосок паркета или ламината. А здесь у нас уже идет ламинатная доска. Ламинатная это или паркетная? Паркетная доска уже у нас идет. Кстати, паркетная доска здесь у нас, она не просто смонтирована паз в паз, то есть в замок. Она полностью приклеена к нашей стяжке, на специальный клей, нигде ничего не ходит, нигде ничего не гуляет. Осталось, в принципе, установить по периметру комнаты плинтус, и у нас эта комната будет вся полностью готова к сдаче. Также у нас доделалась полностью плитка в котельной, то есть у нас, если на тот момент была сделана только часть котельной, то есть там, где стоит все оборудование, там плитка уже была сделана. В итоге мы доделали полностью всю котельную до конца. Да, кстати, у нас тут еще доделана полностью душевая комната. Ой, смотри, уже и двери стоят, да? Она у нас уже и двери стоят, уже обналичка стоит, у нас здесь все стоит в душевой, то есть кроме полотенцесушителя у нас еще нет. Все остальное у нас, в принципе, установлено. То есть мы не только дома просто их строим, еще и двери, туалетную бумагу вешаем, да? Да, мы еще и отделываем, все правильно, да. И, соответственно, у нас также все полностью, видите, мы здесь уже ходим в носочках, вот здесь чистенько, также мы полностью все закончили с помещением гаража. У нас все стены отделаны плиткой, у нас полностью готов потолок, пол у нас был сделан еще, отделан плиткой еще до окрашивания потолка. Мы его так накрыли, чтобы здесь было чистенько, чтобы его не пачкать. Все, и так потихонечку сюда уже заказчик завозит свои какие-то вещи, которые ему понадобятся в доме. И мы потихонечку переходим в основной дом и начали заниматься там. То есть мы занимались здесь всеми этими работами, пока сантехники, электрики работали в доме. Они нам подготовили почву для работы. И сейчас мы, в принципе, начнем заливать стяжку. Стяжку мы начнем заливать с первого этажа и потихоньку будем подниматься на второй этаж. Почему идем таким путем, а не наоборот? Просто потому, что на втором этаже еще не все готово к заливке стяжки. Там еще сантехника и кое-какие моменты есть, которые непонятны. Поэтому все это сделаем чуть попозже. Вопросик тут один есть, а может мы зря рассказали, что вот тут хранится все, много что в гараже. Нет, у нас здесь дежурит автоматчик постоянно, поэтому мы за это не переживаем. Тут съемка видео запрещена. Если что, закидаем. У нас очень много этой трактуарной плитки на объекте. Кстати, заказчик тоже заморочился и до Нового года всю эту плитку закупил и завез. Частично до Нового года, частично после Нового года. То есть на отмостке, на дорожке, которые здесь будут, на участке. Примерно посчитали, сколько этой плитки необходимо привезли. Поэтому если что, закидаем плиткой. Офигеть, какая у нас красота. Вы такое видели? Кто там играется? Так, ладно, да. Если закроют YouTube, то лучше смотреть прямо настройки. Будем приезжать на объект. Точно, идея, кстати, это Сергей Потапов. Идея очень классная, очень интересная и очень веселая. Я представляю, во что это выльется в конце просмотров наших объектов. В любом случае, будем проводить экскурсии. Наймем большой автобус. Будем кататься по всем нашим объектам. И смотреть, где что и как происходит. Причем смотреть это вживую. Вживую это на самом деле гораздо интереснее, конечно же, чем на экране телефона или телевизора. Потому что Паша там еще столько отрезает, что я потом с ним постоянно ругаюсь. Почему нет того, нет этого. Поэтому с удовольствием приезжайте, покажем, расскажем. Скажите, какими подъемными механизмами вы пользуетесь? Ну, чаще всего подъемный механизм на объекте, конечно же, это подъемный экран. Для того, чтобы поднять с первого на второй этаж. Понятно, что вы спрашивали сейчас не об этом. Спрашиваете о том, какими методами мы, наверное, кладем тяжелые блоки. Ну, чаще всего, конечно, это используется человеческая сила. Потому что более такого универсального ничего, наверное, не придумали на данный момент экзоскелетов. Я мечтаю, чтобы выпустили экзоскелеты, вот эти, которые... Они есть. Они просто сейчас очень дорогие, они недоступные. Но как только они будут доступны, я обещаю, я гарантирую, что я такие куплю. Каждую бригаду по экзоскелетам. Абсолютно точно, я такие приобрету. Мне было бы самому это интересно. Я представляю, насколько это облегчит труд нашим рабочим. Поэтому, как только они появятся, сообщите. Я обязательно приобрету и будем пробовать это использовать в своей работе. А так у нас на одном объекте был такой самодельный подъемный экран. То есть кусок трубы на железной стойке, который вращается вокруг. Шаров, оставь, не мигай, Шаров. Дискотеку устроил. Который вращается вокруг своей оси. Там наверху на швеллере смонтирован на колесиках. Не надо, Шаров, все оставь. На колесиках смонтирован обычный тельфер, который перемещается туда-сюда. Но это, конечно, облегчает труд в плане человеческих усилий, в плане усталости. Но это затягивает процесс работы. Потому что пока его развернешь, пока подцепишь, пока уложишь. Потому что потом все равно рабочему нужно немножко его подправлять, этот блок. То есть процесс работы удлиняется, сроки строительства увеличиваются. Но, конечно, немножко облегчает работу ребятам по-любому. Но ждем экзоскелеты. В принципе, на этом все закончилось с комментариями. Мы ждем от вас еще больше комментариев и участия в жизни нашей компании. Спасибо за то, что вы нас смотрите. Спасибо, что вы ставите лайки постоянно после просмотра наших роликов. Еще не забываем репостить наши ролики своим друзьям, знакомым. Им наверняка будет интересно посмотреть на это. Особенно те, кто планирует что-то строить. А я вам со своей стороны желаю здоровья. Я вам желаю добра. Я вам желаю хорошего настроения. Я вам желаю мира в первую очередь. И будьте добрее друг к другу. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok